Приветствую вас. Вопрос, на который я, в принципе, уже отвечал раньше, какое-то время назад, поэтому тут вопрос повторяется. Итак, поссорились с мужем из-за его ревности. Ну, я думаю, что в эту ссору внесли вклад в ее. Думает, если я захожу в мессенджер, значит, введу там переписки с мужчинами. Ну, это проблема вашего мужа, не ваша. Объяснениям не доверяют, даже если развернешь, перед ним все. Ну, это нормально, те, кто ревнуют, не доверяют объяснениям. Вылил на меня уши от грязи, что якобы слухи есть на моей работе, ему сказали там, как бывшие мной пользовались, и что его, это верно, я прогибаю и семью строить не умею. Ну, здесь, в общем и целом, чувствуется вовсе обида. Вот. Это очень много обиды, вот. И, соответственно, нужно с этой обидой работать. То есть, ее нужно проживать и менять свое отношение к тому, что обидно. Вот. То есть, обида это про вашу вот некоторую неуверенность в себе, про некоторые болевые точки. Ээээ, ничего перспективы у меня не будет, само виной моя якобы неговорчивость, бунтарство и мои выходки. Ну, опять же, да, эта история про ДОС вас это задевает. Вопрос там, как, чем и так далее. Что из-за этого за эти четыре года ничего не достигло с ним, ни материальной, ни эмоциональной поддержки, что ни с кем у меня ничего не будет, так и останется у разбитого корыта. Ну, вот то, как вы об этом говорите, да, это про обиду. Вот. И про бой. Это нужно проживать. Все эти слова ранят меня и отнимают очень много эмоциональных сил. Чувствуется усталость. А на что вы тратите эти эмоциональные силы? На борьбу. А борьбу с чем? А? С чем? Ой, борьбу с чем? Пришлось заблокировать его, чтобы преградить этот поток и спокойно работать. Ну, здесь у вас немножко жертвенная позиция, потому что вы пишите «пришлось». Вот. Вот, на самом деле, не пришлось, а вы так решили. Нужно ответственность брать за свои действия. Более обиды от его слов засел внутри. Да, и с этим нужно работать. Вечером пришел ко мне и стал уже подбакивать, мол, да, конечно, ночами не сплю, переписываюсь со своими подряд. Дома не ночью, вечером тоже пойду гулять с мужиками и, если что, присоединяюсь ко мне, тем самым пытался показать ему всю абсурдность всех его подозрений. Ну, опять же, здесь какая история? Здесь история про что? Здесь история, скорее, про то, что вот вы начали ему подбакивать, как вы говорите. Вот, вы начали ему подбакивать и вопрос здесь. Как мне кажется, он такой в первую очередь. То есть вы ему подбакивали, вот это было ваше решение ему подбакивать. То есть вы подбакивали ему, ну, потому что решили так, например. Вы подбакивали ему, потому что вам так, вам так, ну, например, как бы хотелось, да, допустим. Ну, то есть вот вам как-то захотелось ему подбакивать, например. Вот, или вы это делали как-то больше из-за чувства обиды, например. Да? То есть вот на эти вещи как-то нужно обратить внимание вам. То есть если я, вот, если я что-то делаю, да, вот, если я решаю что-то, что-то сделать, то, соответственно, насколько я отдаю себе отчёт-то в этом как раз. Понимаете, да? Вот. Насколько я себе отдаю отчёт в том, что я делаю. К примеру. Ну вот. То есть это вот такой, на мой взгляд, достаточно серьёзный момент. Как мне кажется. Вот. Потому что если вы себе отчёт не отдаёте в том, что вы делаете. Вот. Если у вас, например, определённое наличество ожидания от того, что вы делаете, вот, то ситуация, конечно, будет складываться вот, ну, как-то вот не в вашу пользу. Вот. К сожалению. К сожалению. Понимаете, да? Поэтому то, что вы пытались ему, вот, и именно ему что-то показать, да, ну, выглядит как некая предательство себя. Он вроде немного угомонился, а я вообще на взводе. Да, за счёт чего на взводе. Не видеть его, не хочет, не слышит, но это нормально. В данном случае это отвращение. Он спросил, почему его заблокировал, ответил, что за истерику, которую мне устроил. Это обвинение. Да, здесь вы игнорируете свои чувства, то, как вам это откликается. Вот. К сожалению, это конфликтное общение. Нужно учиться бесконфликтному общению. Телефон разблокировал, а WhatsApp нет. Почему? Договорились прогуляться, настроения нет, но думаю, может, как-то сгладится всё. Да, то есть, видите, снова здесь у вас идёт вывод своей психологической жизни во внешний мир. Само по себе ничего не сгладится. Это ваша ответственность. Он попросил, чтобы обнимал его, целовал, а за руку брал, а вот у меня после всего этого нет желания этого делать, да. То есть, ваш мужчина в данном случае ведёт себя как человек, который боится близости, боится сближения. Вот. Сначала он вас отталкивает, потом приближает. Дальше. У меня нет желания этого делать. Это нормально. Но вы это проигнорировали, договорившись с ним встретиться. Какой-то ступор просто. Опять же, вы пишите какой-то ступор. Это не какой-то ступор. Это именно какое-то состояние. Скорее всего, агрессия. Ходил я рядом с ним, как каменная статуя. Всю дорогу окрикивал, мол, не так кажусь, что не успевая за мной, потянул за сумку, разорвал её. Ну, я думаю, у него тоже агрессия. В итоге довёл он меня окончательно, ушла от него. Здесь вы вновь игнорируете то, что происходит именно с вами. Как он вас довёл? Что с вами-то происходило? Он позвонил позже моим родным, убедился, что я присылал домой. Я ответил, чтобы не беспокоил моих родных и попрощался с ним. Он заблокировал меня в мессендерах. Не знаю, по какой причине я его там не доставал, не писал ничего. Может изместить? Может. Но, опять же, вопрос, что происходит с вами. Три дня не виделись, не разговаривали. Потом прислал пустое сообщение и всё на этом. Не поняла, что это, поэтому никак не отреагировал. Вы отреагировали? Просто не заметили? Желаю от него более решительных действий осознания хоть какого-то. Вот здесь вы демонстрируете свою зависимость от него. Помогите разобраться, что я делаю не так. Сказал. Как могу изменить ситуацию? Вообще, как лучше понимать, что происходит и почему так всё? Ну, давайте как-то немножко более конкретизируем. Да, изменить ситуацию какую? Вот, что именно происходит и почему так что? Семью хочу сохранить, не знаю каким образом. Ну, вам нужно работать над собой, чтобы хотя бы овладеть навыками без конфликтного общения. Что меня в нём привлекает? Во-первых, человек очень статусный, видный. Если посчитать нужным, сам, то вещи купит, поможет деньгами. Но это если сам захочет. Из того, что вы описываете, это речь больше про то, какую вы себя хотите видеть рядом с ним. А не про то, что вы хотите для него делать. Если бы просить у него денег на какие-то нужды, начнёт нас некиваться. Мол, денег нет, но может заняться. Что не может работать на две квартиры. У нас гостевой брак. Если у вас гостевой брак, о какой семье идёт речь? У него внучка, у меня трёхочка. В которой проживает моя дочь от первого брака и отец. А я привязана к ним и к дому. То есть, приехать не могу. А что вы вкладываете в слово «привязано»? Что вы в это вкладываете? Он жить в моём родительском доме категорически не желает. Ну, это нормально, это выбор человека. Так он в обычные дни ласков говорит приятные слова, что любит. Скучает. Этим тоже держит меня. А чем? За счёт чего держит? Как это, как это вами ощущается, что держит? Вам самой вообще нравится, что вас что-то держит? Любит все держать под своим контролем. Меня это напрягает. Но более-менее свыклось с этим. А зачем? Зачем вы свыкаетесь с ним, что вас напрягает? Ну, вот периоды мне становятся чересчур контролирующим, не сдержанным, грубым. И от этого я сдаю к нему отстраняться. Это нормально. Вы почему-то думаете, что мужчина изменится. Вот. Я думаю, что вам нужно разобраться в себе. Я думаю, что вам нужно терапия. Вот. А дальше уже вы сможете для себя как-то решить, что вы хотите с этим делать дальше. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи.